Всем привет! С вами я, Алексей. И со мной сегодня, как всегда, по просьбе большинства зрителей, помнится, зрители меня просили, чтобы вместе со мной вот эти вот моды, вот эти прохождения бесконечного лета дополнительные, читала вместе со мной моя племянница. И вот она здесь. Всем привет! Меня зовут Даня. И сегодня мы с ней будем продолжать читать мод по бесконечному лету, воспоминания о совёнке, первую историю от лица Слави. Итак, я тут немножечко сделал откат назад, чтобы он мне рассказывать, что было в прошлой серии. Поэтому без дальнейших слов читаем дальше. Но перед этим, разумеется, хочу поблагодарить вас всех за то, что вы меня не забываете, смотрите видео на моём канале. Но было бы ещё желательно, чтобы комментарии ещё какие-то оставляли. Это было бы мне большей мотивацией выкладывать видео почаще. Вот так. Ну, а теперь продолжаем читать. Значит, воспоминания от лица Слави о совёнке, как они вместе с Семёном проводили время в лагере. Она читает дневник, записи Семёна, найденные у них в доме. Видимо, моё лицо приобрело очень забавное выражение, потому что пионерка улыбнулась ещё шире. Ольга Дмитриевна сказала, что путёвок по ошибке сделали больше, чем нужно, поэтому выкручиваемся. Вчера на этой кровати даже матраса не было. Голый скелет стоял, а сегодня утром принесли. Путёвок продали больше? Хм... То есть специально ради меня лишнюю путёвку отштамповали? Ну, спасибо тебе, высшая сила. Свозила за свой счёт в летний лагерь. Ладно, до завтра. У тебя тяжёлый день был, ложись спать. Хорошо, мама. Славя рассмеялась. Линейку не проспи, сынок. Сказала она и скрылась за дверью. Линейку? Какую линейку? У нас спрашивать уже было некого. Сейчас уже я не вспомню, что меня так удивило в линейке. Ну, линейка, ну и что? Собрались, посмотрели на вожатую, послушали её пламенные речи, узнали список дел, потом Славя торжественно подняла флаг. И всё, линейка кончилась. Славяна Ясенева. Тогда на линейке мне жутко заинтересовала мысль. А какое же у неё отчество? Хм. Вдруг она какая-нибудь Потаповна? Это же вообще комбо. Славный Ясень Потап. А вот это уже Славя вспоминает. То есть она говорит. Комментарий по записи. Я замажу эту строчку. И сожгу эту страницу. Вот тогда критичная какая, да? Критикует Семёна. Не так написал. Но нет. Всё оказалось более прозаичным. Алексеевна. Утро после линейки пролетело незаметно. Сначала завтрак. Ничего интересного. Ульянка сидела далеко от меня. И никак навредить не могла. После завтрака я стоял на главной площади. И пытался вспомнить. Кто такой этот чёртов Генда? Именно за этим важным занятием меня поймала Славя. Привет. Ты мне с уборкой не поможешь? Отказывать было неудобно. В конце концов я и должен. Хм. Когда мы закончили, она, как и обещала, пошла со мной собирать подписи. Тогда я и познакомился с местной флорой и фауной. В принципе, всё стандартно. Местная хулиганка из обьяка Алиса, техника безопасности по общению с подобными субъектами, гласит, что именно с такими субъектами вообще лучше не общаться. Мелкую газу с двигателем внутреннего сгорания, попросту говоря, с шилом в одном месте. Но вы догадались. Я уже знал. Она была вполне весела и жизнерадостна, несмотря на мои вчерашние проклятия. Два ботаника, Шурик и Электроник, практически полностью следуют кодексу чести сумрачных гениев. В переводе на русский безвылазно сидят в своём клубе и изобретают какую-то вундервафлю. Удивила меня тихоня и скромница Лена, у которой были фиолетовые волосы. Серьёзно? По-настоящему фиолетовые. Пионерам вообще разрешали красить волосы в такой цвет? Я спросил у Слави, почему у неё такие волосы. На что девушка сказала, что не знает и не собирается узнавать. Ведь это не её дело. С одной стороны, она права. Это дело Лены и только её. С другой стороны, я привык думать, что во времена СССР никакого своего дела не было. Было дело коллективное. Если ты из него, ну то есть из коллектива, выбиваешься, всё. Позор, бойкот, террор, репрессии и другие радости. Почти как в фильме «Стиляги». Но оказалось, что всем, в принципе, наплевать. Прямо как в 2014-м. Впрочем, цвет волос Лены – это ерунда. По сравнению с цветом волос полуяпонки Мику. Первоначально я даже не смог сказать, что это за цвет. Только потом узнал, что это аквамариновый. Это как надо хотеть привлечь к себе внимание, чтобы красить волосы в такой цвет. Но ведь не родилась же она с такими. Странные пионеры, в общем. Хотя и весёлые. Итак, что было дальше? Ульянка пугала Лену кузнечиком. Алиса демонстрировала умение играть на гитаре. Ну, а Мику так вообще умудрилась встретить нас в интересном положении. К сожалению, ну или к счастью, полноценному сеансу вуайеризма помешала Славя. Библиотека снова с вами. Урок номер два. Повторяем за мной. Ву-ай-э-ризм. Если совсем просто, это слово обозначает стремление, подглядываясь за всякими интересными процессами. Интимными процессами. Переодеванием. Переодеванием и так далее. Помните, ву-ай-э-ризм является извращением. А мы продолжаем. Мику! Ой! Неудобно получилось. Я посмотрел на Мику, которая уже была красная, как вареный рак. И тоже покраснел. А между нами стояла Славя. И всем своим видом напоминала суровую богиню справедливости. В общем, в музыкальном клубе мы долго не задерживались. Мику даже не предложила мне записаться. Она действительно сильно смутилась. Впрочем, уже на обеде девушка забыла об инциденте. Берите липун сюда, хотя бы на хорошее вам. Потом мешается, не проблема. В общем, так мы и проходили до обеда. После него был карточный турнир, в котором я проиграл на втором круге. В очередной раз подтвердилось, карты не моё. Вот были бы там шахматы. Впрочем, проигрышу я даже обрадовался. Мне очень хотелось принимать участие в этом балагане. Удивительно то, что я ещё умудрился выиграть у Лены. Видимо, у неё скилл удачи прокачан ещё меньше, чем у меня. Тяжело ей в жизни, наверное. Сразу после игры последовал ужин. А потом у меня, наконец-то, появилось свободное время. Я решил использовать его, чтобы проверить, что стало с моими вещами, спрятанными у ворот. Они оказались в полном порядке, даже не промокли. Пока я стоял и думал, как спасти одежду от возможного дождя или росы, кто-то быстрым шагом вышел из-за ворот и направился вдоль ограды. Да это же Славя! Куда она пошла? Что у неё там за дела? Подождав пару минут, я осторожно последовал за ней. Куда же она шла? Держась на расстоянии, я не боялся её потерять. Светлая косая белая рубашка пионерки служили отличным ориентиром. Однако через пару минут она зашла за какой-то куст, и я перестал её видеть. Блин! Идти за ней сразу я не решился. Пусть пионерка отойдёт подальше. Через пару минут я тихонько подошёл к кустам. Хм, что же, самое интересное я, похоже, пропустил. Пионерская форма лежала на траве, а сама девушка плавала в пруду. Он ещё и подглядывал? Хотя, в принципе, пропускать особо было нечего. Славя плавала в купальнике. Интересно, что мешало ей поплавать в водоёме на пляже? В чём смысл похода к лесному пруду? Волшебная вода? Ну, вряд ли. Я присмотрёлся. Славя уже не плавала. Она лежала на воде и смотрела на первые появляющиеся звёзды. И тут я понял. Она отдыхала. Но не от работы, как можно было подумать. Она отдыхала от людей. От бесчисленного числа пионеров и пионерок, вожатых, физруков, медсестёр и так далее. Только здесь она могла остаться наедине со своими мыслями. Только тут лагерь не мог её достать. Для неё это было время тишины. Лишь изредка нарушаемый плеском воды. Всё-таки в проницательности ему не откажешь. Мне стало неловко. Человек хочет побыть наедине. Уходит от всех. А я тут стою и подглядываю. Тихо развернувшись и стараясь не шуметь, я потопал обратно. Каждый имеет право побыть в одиночестве. Уж я это знаю, как никто другой. Я не знал, куда идти и чем заняться. Не хотелось абсолютно ничего. Тем не менее, нужно было как-то убить время. А потому я сначала вернулся к своим вещам и перепрятал их получше. Потом побродил по лагерю. И даже прогулялся по пляжу. В конце концов, мне это надоело. Я опустился на скамейку на площади. В голову снова начинали лезть нудные вопросы. Как я здесь оказался? Зачем? Есть ли у всего этого какой-то смысл? Может быть, мне нужно выполнить какое-то задание? Пройти квест? Может, я вообще оказался в какой-то компьютерной игре? Со временем сидеть стало неудобно. Я разлегся на скамейке во весь рост. Усталая спина кайфовала от отдыха. Я закрыл глаза. Увы, ненадолго. Семён, ты что тут делаешь? С тобой всё нормально? Передо мной стояла вожатая, собственной персоной. Я быстро сёл, как подобает. Да, Ольга Дмитриевна, всё хорошо. Иди в домик. Там и полежишь. Тем более, отбой скоро. А я тут полежать хочу. Мне просто в медпункте велели больше на воздухе бывать. Вот я и хотел тут посидеть перед отбоем. А потом спина разболелась. И я решил размять её таким образом. Может, всё-таки в домик пойдёшь? Раз спина ноет. Да нет, она прошла уже. Ну, хорошо. Только долго не засиживайся. После этого напутствия Ольга оставила меня в покое. Интересно, куда она пошла? Будь это не советское время, а, скажем, девяностые, я бы с уверенностью ответил. Пить. Или того хлеще. Но во времена СССР и не загуглить ведь. Боже мой. Какие рассуждения. Да то же самое пошла делать, что и в девяностые бы пошла. Расслабляться. Наверняка. По-своему. Естественно, как только вожатая скрылась из виду, я снова разлёгся на скамейке. Самое время смотреть на звёзды. Как я и предполагал, тут шикарный вид на звёздное небо. В городах такого уже не увидишь. Цветовое загрязнение. Где-то среди этих звёзд, скорее всего, живут неведомые нам существа. И какой-то из них, возможно, и отправила меня сюда. По собственной прихоти. Или, быть может, некий сумасшедший инопланетян, инопланетный учёный, наконец, построил машину времени, но только не настроил её как следует. Не отрегулировал зону воздействия. Вот он созвал всех своих учёных коллег, показывает им изобретение. Коллеги смотрят и гевают своими маленькими головами на метровой шее. Да, коллега, это настоящий прорыв. Если всё сработает, мы дадим вам самую престижную галактическую премию. И вот наш гений, дрожащий десятипальцевой конечностью, нажимает на кнопку. И ничего не происходит. Ещё одно нажатие. Снова ничего. Но это фиаско. Учёный лишь стоит перед коллегами, не зная, что сказать. И не ведает он, что его машина времени сработала. Но не тут, а в далёкой-далёкой галактике, где именно из-за неё один сыч неожиданно переместился почти на полвека назад. Моё размышление прервал знакомый голос. А вот кто его прервал, мы уже узнаем в следующей серии, потому что продолжим читать в следующей серии. А чтобы её не пропустить, разумеется, надо... Что сделать? Правильно. Если вы ещё не подписаны на мой канал, подписаться на него. И не забыть активировать колокольчик рядом с подпиской. Чтобы уж точно не пропустить ничего нового. Ну и не поленитесь лайк поставить. Комментарии оставить. За это же денег не берут. Пока. Насколько я знаю. Ну всё. На этом мы с вами прощаемся. Да, в этот раз коротенькая серия получилась. Но ведь даже 10-минутную серию очень трудно записывать. Знали бы мы, в каких позах мы сидим, чтобы это всё записать. Очень неудобно. Уж поверьте. Ну ладно. Ну что, ничего не подумают? Нет. Ну а что ничего подумают? Не то. Я имею ввиду, у нас микрофон один на двоих. Это неудобно. Поэтому, пожалуйста, оцените уже наш труд. Не поленитесь поставить лайк. Ну поддержите меня уже. Пожалуйста, поставьте лайк. Да. А то моя племянница в следующий раз не приедет. А если она не приедет, то я буду продолжать читать от мод 1, пока она снова не приедет. Вот и всё. Всё. На этом мы с вами точно прощаемся. Всем пока. Пока.